Дорогие ребята, сейчас мы для вас прочитаем очень необычную сказку под названием «Голоса». Она писала эту сказку Валерий Медведев. Ребята, вы должны уже знать этого писателя, ведь вы же читали «Баранкин будь человеком», правда? В нашей библиотеке есть сборник его рассказов под названием «Звонок на перемену». Вот именно из этого сборника мы и прочитаем вам сказку «Голоса». «Голоса» – это первое произведение, которое написал Валерий Медведев. Первоначально он назвал эту сказку «Как воробьёнок придумал голосами меняться и что из этого вышло». Так, давайте её послушаем. Это всё маленький воробьёнок придумал голосами меняться. Он и Мишонка и Комарёнка на это подговорил, потому что он был очень завистливый, этот маленький воробьёнок. Он только и делал, что всем завидовал. Особенно одному знакомому собачонку, что тот может громко лаять, а он, воробьёнок, не может. Он может только чирикать. «Разве у нас с вами голоса?» – убеждал он Мишонка и Комарёнка. «Маленькие и тихие? Не знаю, как вам, но мне себя даже слушать противно. Вот у собачонка, Медвежонка и Котёнка, вот у них вот это голоса громкие, сильные, пронзительные. Неужели вам не завидно?» «Вообще-то завидно!» – пропищал Комарёнок. «Только зачем же они с нами голосами меняться будут? Им же, наверное, не завидно!» «Ну, завидно, не завидно, а я их уже уговорил. Согласны. Хоть сейчас, говорят, поменяемся!» «А хорошо бы мне Медвежий голос!» – прозвенел Комарёнок себе под нос. Ему тоже вдруг стало обидно, что у него такой слабенький голос. «Я бы как заревел на весь лес, чтоб все слышали! У-у-у-у!» И Комарёнок зазвенел, как бы он заревел на весь лес. Только у него ничего не получилось. Одно только з-з-з-з. И то под самым ухом у мышонка. З-з-з. Мышонок отмахнулся от комарёнка и почесал лапкой у себя за ухом. Не верилось ему, что воробьёнок и вправду договорился с медвежонком. А голосом своим ему тоже вдруг захотелось поменяться. У мышат ведь вообще голосов почти нет. Так, один писк. Пи-пи-пи. И даже объяснить невозможно, что это за голос. В общем, пока наши друзья думали-гадали, верили-не верили, на берег реки как раз заявились собачонок, медвежонок и котёнок. С шумом, конечно, заявились. Медвежонок ревёт. Собачонок лает. Котёнок мяукает. Легки на помине. Поздоровались и, не теряя времени, начали меняться. Завистливый воробьёнок взял себе голос собачонка. Комарёнок с медвежонком поменялись. А котёнок с мышонком. Дело было под вечер. Не успели своими новыми голосами друг перед другом похвастаться, как уже пора по домам. Мышонок, медвежонок, котёнок и собачонок по домам, конечно, разошлись. А комарёнок с воробьёнком те разлетелись. Первым добежал до дома мышонок. Он ближе всех жил. Домик у него был под землёй. Поскрёбся он тихо в норку. Слышит мамин голос за дверью. Кто-кто там? Это ты, мышек? Мыши ведь очень пугливы, и поэтому сразу двери не отворяют. Мяу! Мяу! Отвечает громко мышонок. Конечно, это я, ваш сын, мышек! Он думал, что ему папа с мамой очень обрадуются. Со дверью стало тихо-тихо. Мышонок поскрёбся и громче прежнего «Мяу! Мяу! Мяу!» Что на языке кошек означает «Откройте, это я!» А мать с отцом услышали, что к ним в дом их враг. Кошка стучится, как стрельнут через чёрный ход и в лес к самым дальним родственникам. Бегут и думают, вот ты чего кошки обнаглели, в собственном доме покоя не дают. Мышонок мяукал-мяукал, пока не надоело. Обошёл дом и видит, дверь с чёрного хода открыта на остежь, а дома никого, отца с матерью и след простыл. «Что такое?» подумал мышонок. Мяукнул и, недовольный, улёгся спать. Не удалось перед родителями волосом с новым похвастаться. В это самое время с котёнком ещё забавнее история приключилась. Подбежал он к дому, позвонил, два длинных, три коротких. «Это ты, Васяка, пастрёнок? Так поздно!» Сердито спросила «Мама-кошка, сейчас я всех удивлю!» Подумал котёнок и пропищала в ответ мышонок голоском. «Пи-пи-пи-пи!» Что по мышиному значит «Я мамочка!» «Что за оказия?» удивилась кошка. Мышонок в дверь стучится, сам в рот лезет. Из-за ужином охотиться не надо. Тут и отец-кот на мышкин голос вышел, и соседи в коридор все повылезли. А ось им что-нибудь достанется. Замерли все, только когти у полточат, да жадно облизываются. Сняла старая кошка с дверей бесшумный крючок. Как это только кошки умеют делать? Приоткрыла дверь, да как бросится на своего котёнка, а за ней бросился папа-кот и все соседи. И задали же они ему трёпку. Шерсть от него так и летела во все стороны, пока не разобрались, что на своего напали. «А это ещё что за шутки?» промяукала кошка. «И тебе не стыдно?» А маленький Васенька-котёнок молчит, потому что ему и впрямь стало стыдно. И ещё потому, что он боится сказать мышиным голосом. Опять набросится и его кап намнут. И гиркнул он молча в комнату под диван. Молчал-то, молчал, а потом всё и рассказал, как дело было. А мать-кошка с отцом-котом, как узнали, что он с вышонком голосами поменялся, так его сразу за дверь и на улицу, чтобы впредь неповадно было от своего голоса отказываться. «Стыд-то какой!» Мюкнула вслед котёнку его мама-кошка. «Без своего голоса домой не возвращайся!» «Вышел несчастный котёнок на улицу!» «Кругом ночь, чернота!» «Где мышонка искать, чтобы у него свой голос обратно взять?» «Не знает!» «Мыши они всегда от кошек адрес своих норок скрывают!» А ещё смешнее история с вороблёнком завистливым приключилась, с виновником всей этой истории. Он, когда поменялся собачонком своими голосами, сразу же домой полетел, довольный такой, просто счастливый. Летит и на радостях лает, как собачонок, что несмощнее даже изо всех сил. А за ним комарёнок отстаёт, но на радостях тоже по-медвежонкиному рявкает и тоже изо всех сил. Птицы из гнезда высунулись, смотрят в чёрное небо, удивляются. Неужели собаки-медведи по воздуху уже летать научились? Этого только не хватало. А воробьёнок тем временем летал-летал и прилетел домой. А у отца с матерью гостей полно. Воробьёв, конечно. Хотел он сказать «Добрый вечер» по-воробьиному. А вместо этого получилось «Гав-гав-гав!» А воробьине кошки, но тоже очень собак боятся, тем более летающих. разлетелись с испуга в разные стороны. Так что воробьёнок долго прилетал с дерева на дерево и всё спрашивал. «Вы моего папу и мою маму не видели?» «Гав-гав-гав!» А у комарёнка ещё хуже получилось. У того от медвежьего голоса дом развалился, а мать и отец в обморок попадали. До сих пор говорят, себя не пришли. А медвежонка мать с отцом поколотили хорошенько. Он пришёл домой, родители уже спят. Лёг медвежонок под тёплый мамин бочок и пищит по комариному. «Покойной ночи! Мамочка!» А медвежонкина мама этих комаров терпеть не может, особенно когда они ещё и в нос кусают. Поэтому она развернулась и как ударит медвежонка да прямо по лбу. Запищал от боли медвежонок. Но опять не по медвежьему, а по комариному. Это он хотел объяснить в чём дело. Тот отец поршунок взял да хлопнул его по затылку. Пришлось медвежонку тоже всю ночь на улице провести. Одним словом всем досталось. Кое-как ночь переждали, а утром снова все собрались у реки на том же самом месте и стали поскорей обратно своими голосами меняться. А воробьёнок, который всю эту историю затеял, сказал «Никогда никому не буду завидовать». И правильно сказал. Потому что какой у тебя голос есть, такими разговаривай. А если всё-таки начнёшь кому-нибудь или чему-нибудь завидовать, вспомни эту историю и сразу же перестанешь. вот такая история приключилась с маленькими друзьями-приятелями. Спрашивайте в библиотеках книги Валерия Медведева. А про эту сказку Валерий Медведев написал так. Самое трудное найти свой голос. Первая сказка, которую я написал, называлась «Голоса». Ситуация описана с юмором, но в ней заложена мораль. Каждый должен говорить своим голосом.